Строили, строили и наконец достроили. Вне всякого сомнения запуск новой трассы Тайшет-Чунабратск можно считать событием 2017 года. Я бы даже сказала событием нескольких десятилетий, ведь дорога эта для северных районов при Ангаре имеет огромное особое значение. Она была задумана еще в советские годы, а вот построена сейчас дорожная служба века 21-го. Дорога как символ качества новой жизни, как символ упорства и колоссального людского труда в суровых условиях сибирского климата. Дорога как скорость чьих-то встреч, дел и времени. Об этом сегодня наша стратегия успеха. Ну что ж, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За любым успехом обязательно стоят конкретные люди, чьи-то дела и чьи-то конкретные усилия. И мне очень приятно, что сегодня героями нашей программы являются самые настоящие люди дела. Именно те люди, которые подарили всей Иркутской области замечательный новогодний подарок в виде новой дороги и новой трассы. Итак, знакомьтесь, гости программы «Стратегия успеха». Евгений Владимирович Липатов, заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Добрый вечер. Максим Евгеньевич Черниговский, генеральный директор акционерного общества Дорожной службы Иркутской области. Приветствую вас. Добрый вечер. И Андрей Анатольевич Безруких, директор филиала Тайшетский Дорожной службы Иркутской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Максим Евгеньевич, начнем с вас, потому что, собственно, вы сегодня герои того самого строительства, о котором сегодня говорится Иркутская область. Вот буквально на днях прошла пресс-конференция губернатора Иркутской области и среди важных эпохальных, я бы даже сказала, итогов 2017 года было как раз названо завершение строительства участка вот этой самой трассы. Вы это уже почувствовали, выдохнули, что действительно большое дело сделано и, по сути дела, вошли в некую такую дорожную историю Иркутской области. Ну, безусловно, мы это почувствовали. Мы провели открытие дороги, презентовали ее жителям, присутствовали мэры ближайших районов, присутствовали главы администрации, подрядчики, те, которые работали. Безусловно, нам очень приятно, что мы выполнили эту большую работу. Ну, естественно, не только Дорожная служба работы выполняла. По результатам тендера были определены суподрядные организации, которые взяли на себя тоже большую ношу. Это Замбамстроймеханизация Мехколона 162, Вова Сибна и также Браздорстройфирма. Это, наверное, самые крупные и мощные фирмы дорожные у нас в Приангаре. Поэтому работа была проделана большая, работы было много. Работы велись на протяжении двух лет. Было построено 38 километров автодороги и 6 мостов. Есть ощущение, что сегодня вы, наконец, поставили такую жирную точку, я бы даже сказала, восклицательный знак, построено, сделано. Можно так сказать. По лицам, честно говоря, видно, что немного, наверное, устали. Это, наверное, как раз то самое ощущение, когда люди много-много чего-то делают, потом все заканчивается, и вдруг ты понимаешь, а все, все закончилось. Давайте мы начнем с истории. Вот все-таки эта дорога ведь уникальна еще и потому, что ее не просто строили, а она затянулась на целое десятилетие. Как так получилось, что как раз советские предшественники, дорожные строители, не довели дело до конца, а вы это дело подхватили? Ну, наверное, стройка, наверное, была приостановлена из-за того, что отсутствовало финансирование в тот момент. Про какие годы идет речь? Вот когда этот участок... Насколько я знаю, 30-летней давности эта история. В 80-е, скажем так, да, конец 80-х? Ну, понятно, перестройка, недостроительство, видимо, было на тот момент, да? Ну, финансирование было определено, в конце 2015 года был проведен аукцион, дорожная служба выиграла его, ну, а далее, как я сказал, уже ранее определили суподрядные организации. И что важно, что дорожная служба, наверное, впервые за многие годы сама выполняла объем, потому что все-таки специфика дорожной службы больше связана с содержанием автодорог, с ремонтом, в строительстве давно не участвовали. И это, наверное, первый объект за долгое время, когда мы сами реально участвовали в стройке. Ну, а в стройке, естественно, совсем другие сложности, другая техника нужна. Нам пришлось мобилизовать ресурсы, так как техники у нас не так многостроительные. Мы из нескольких филиалов собирали один, скажем так, усиливали филиал Тайшетский, Андрей Анатольевич, руководителем которого является, и собрали туда необходимую строительную технику и поручили Тайшетскому филиалу возглавить эту работу. Ну, вот если мы говорим, что все-таки вы подхватили эстафету советского времени, а вам эта эстафета в каком состоянии досталась? Только в состоянии какого-то гипотетического проекта, что вот нужно проложить дорогу, которая соединит Тайшет и Братск. Только идея или был все-таки уже конкретно проложен маршрут, был проект? Естественно, была проектная организация, вернее, была проектная документация, и по ней велась стройка. А вот за эти 30-летия, за это 30-летие, как сильно поменялась в том числе стартовая точка проекта и окончательно? Ведь за 30 лет мы же видим, как увеличился поток автомобилей, насколько интенсивным он стал. Поменялся проект за эти 30 лет, или он остался ровно таким же, как его задумывали в советское время? Нет, он же вообще свежий проект. Его буквально проектировать этот участок начали в 2012 году. Я подписывал еще техзадание, когда работал в дирекции. То есть было просто направление, и стратегией развития было, что там такой дороги быть. У него даже название-то так и есть. То есть Тайшеччуна-Братск. А проекта по факту не было. То есть было просто направление. По факту проекта не было. Когда проект уже заказали, ну конечно, если сравнить обоснование инвестиций 80-х годов, сейчас оно значительно различается и по количеству автомобилей в сутки, и по грузовому составу этих автомобилей, и по техническим критериям. То есть в категории дорог все изменилось, требования к дорогам изменились, к мостам изменились. Соответственно, уже с использованием современных материалов и так далее. То есть, по сути дела, вам досталось наследство, ну некое такое мифическое, да теоретическое. Реализовывать приходилось уже какими-то практическими делами. И совсем с другим подходом. То есть было просто направление, а проект дорожной службы достался конкретный проект, с конкретной документацией, с конкретной ценой. Все было уже определено, им необходимо было только выполнить работу с нуля, грубо говоря. С нуля, то есть был просто лес, теперь там дорога. Евгений Владимирович, вы вот так легко говорите, вот был проект, его просто нужно было выполнить. А мы-то понимаем, что под любой проект, прежде чем он выходит на фазу выполнить, его нужно еще и достаточно сильно протолкнуть. Да, и решить в том числе организационные моменты, финансовые самые главные моменты. Вот расскажите, с точки зрения правительства, почему так много внимания было уделено именно этому участку, и легко ли на самом деле было решить финансовую задачу под эту дорогу найти миллиарды рублей, в том числе федеральных? Ну, честно говоря, с деньгами у нас всегда тяжело. И тяжело их доказывать, тяжело их найти. Ну, в свое время, это, по-моему, 2012 год, мы ездили в Москву в Росавтодор, тогда я был директором дирекции, и тогда мы как раз защищали этот проект. Тогда только формировалась новая программа развития Дальнего Востока и Сибири. И тогда мы думали, какие мы проекты будем включать, и включали, естественно, те объекты, которые стратегически важны для области. В том числе вот и попала Тайшечина-Братск, потому что там с 2008 года началось строительство, ну, вроде как стали продолжать строительство, потому что за 10 лет-то построено не 38 даже, а уже, наверное, 60, да, суммарно-то даже, если не 70. Со всеми подъездами. Да, но строили по 10 километров, вот 10 километров строили 3 года, 4 года, там, 2 года. И получалось, ну, как бы не было, не виден был завершение, когда все-таки она соединится, и люди-то уже не верили. А вот такое решение, может быть, далось оно и тяжело, что надо строить сразу все, остаток весь, 38 километров, сразу оценить его, посмотреть, работать с Федерацией по выделению денег. И вот он попал в федеральную программу развития Дальнего Востока и Сибири. После этого были выделены деньги на реализацию на 2 года, это был 14, 15, 16, 17, потому что предпоследний участок закончен был в 2014 году, 10 километров за один год был сделан, и потом сразу вот 15, 16, 17 год, это 38 километров. С помощью федерального бюджета, хотя все финансировано достаточно серьезно. Общая цена проекта, скажите, вот сегодня уже можно окончательно на цифру сказать. Ну, 38, если километров, то это около 3 миллиардов. Около 3 миллиардов, это без у нас, без проектных работ. 2 миллиарда 700, с тобой точнее. Из этих 2 миллиарда 700, сколько денег федеральных, сколько областных было потрачено? 50 на 50. 50 на 50? Да, то есть это немаленькие деньги со стороны бюджета вложены на Иркутскую область однозначно, потому что, ну, это тоже больше... Евгений Владимирович, у вас достаточно большой опыт работы в дорожном хозяйстве Иркутской области. Если сравнивать, понятно, что сейчас, наверное, мы вышли на тот период, когда Иркутская область, наконец, начинает много уделять внимания дорогам, да? Ну, вот в сравнении с теми объектами, которые до этого времени возводились. Вот трасса Тайшет-Чунабратск, и по финансовым вложениям в том числе, она выделяется? Ну, я скажу, что, наверное, именно на областных дорогах, именно на областных дорогах с 2004-2005 года, ну, вот это мой период, когда я уже сознательно работал на дорогах, да, это, наверное, самый крупный объект по километражу, как бы и по деньгам. Ну, по деньгам у нас есть еще Иркутская листвянка, да, в этом году тоже водится, примерно для одинаковой суммы, но по километражу разные вещи, и по условиям производства разные вещи. Одно дело работать в тайге, где нет ни материалов, ни условий для жизни, ничего, другое дело, как бы, работать возле города. Но именно такой протяженности объекта, это, ну, за последнее, вот сколько я работаю, как бы, с 2005 года, это, наверное, первый, потому что строили для города Иркутска мостовой переход через Ангару, объект для города, как бы, да, не на областных дорогах, а вот среди областных дорог, это крупнейший за последнее время. Ну, я думаю, что сейчас, когда вся Иркутская область слушает информацию о вводе такого большого дорожного участка, наверное, у многих жителей других территорий Иркутской области возникает вопрос, а почему не у нас, а почему вот досталось все это замечательное строительство Чумскому району, например. Какая точка, последний вот аргумент был, и что именно здесь нужно строить эту дорогу, вот именно эта территория заслуживает такого большого, гигантского по нынешним временам строительства? Ну, стратегически мы понимали, что на сегодняшний день в основной части Иркутской области дороги есть, да, у них есть неудовлетворенное состояние, но в основном жители могут добраться спокойно, да, и обеспеченной связью. А вот севера Иркутской области, они сегодня, конечно, обделены дорожным вниманием, так будем говорить. И Тайшачин-Абратск, он был стратегический, то есть он соединяет три района одновременно, позволяет им не ездить в круговую, да, то есть не терять время, а напрямую. Плюс это дает все-таки развитие, что туда быстрее, до города Братска, будут добираться жители и сельских. Там же мы не просто там соединили три района, там есть населенные пункты, ну, по-моему, три мы их, да, или четыре соединили, которые вообще не имели связи, только по железной дороге могли проезжать себе, то есть их там нет, не было связи, они еще присоединились к этой сети. То есть она сразу решала одновременно несколько, она соединяла районы, она давала возможность жителям отдаленных населенных пунктов иметь выход на автодорожную сеть, значит, она решала вопрос безопасного и быстрого проезда до города Братска, как бы, до федеральной автодороги Вилюй. Плюс она была более подготовлена для реализации, потому что, если сегодня говорить о севере, то мы Киринско-Казачинское начали реализацию, тоже 60 километров, не меньше, да, то есть одновременно там три участка, 60 километров будет строиться. Таксимов-Бадаево, то есть северным дорогам был уделен сейчас, ну, как бы, они в приоритете, потому что все-таки это такое наследство, которое нам досталось еще с советских времен, но недостроены они, их нужно достроить. Ну, про то, где мы будем строить дальше, конечно, мы еще об этом поговорим, но давайте сегодня поговорим все-таки о главном герое сегодняшнего нашего разговора, это вот тот самый участок, который сегодня с удовольствием, наверное, осваивают жители Тайше, Тучуны, Брачани. У нас есть возможность посмотреть, как это событие замечательно праздновалось. Давайте еще раз пропитаемся этими эмоциями, а вы вспомните. Считаем открытой! Ура! Символический старт, начало движения и по традиции первыми по новой дороге проходят спецмашины, которые здесь работали. Так, две недели назад торжественно открывалась трасса, соединяющая по-новому Тайшец, Чуну и Братск. Событие очень значимо не только для Чунского района, но и в целом для региона. А потому открытие трассы – это праздник, и слова особо благодарности тем, кто вложил в свою частицу души, кто, несмотря на холод и дождь, работал, не покладая рук. В торжественном мероприятии принимают участие генеральный директор дорожной службы Иркутской области Максим Черниговский, мэр Чунского района Валерий Тюменцев, сотрудники дорожной службы, депутаты и главы поселений, депутат Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Строители совершили подвиг на этой дороге, строили практически круглогодично, отдавая все свое время, всю свою энергию, все свои силы этим работам. Но у нас осталось еще тоже очень много вопросов. Мы ставим запятую и просим наших дорожников, и, я думаю, обратимся к правительству Иркутской области, вот еще с перечнем наших предложений, наших пожеланий от всех районов, которые мы обозначили. Я поздравляю всех, я поздравляю всех, огромные слова благодарности и низкий поклон строителям, дорожникам. Вот дай бог, чтобы все у нас так и получалось, и все было ровно и хорошо. С праздником! Дорожники и вправду совершили подвиг. Еще два года назад здесь была непроходимая тайга и сплошные болота. Чтобы связать три района, необходимо было провести здесь дорогу. И вот новая трасса. Это 38 километров из щебеночной смеси, подъезды к трем поселкам в Чунском районе, шесть мостов из железнобетонных конструкций через реку Зиканчик, Зермакан, Чукша, Майхен, Индахан, Зикан. Так, к примеру, длина моста через Зиканчик 83 метра, а высоту достигает 19 метров. Это как современный пятиэтажный дом вместе с окольным этажом и крышей. Дорожное полотно в некоторых местах уложено на высоте 20 метров. Использовано около 2 миллионов кубометров земли. Кроме болоти, здесь большие насыпи, большие выемки. То есть некоторые выемки, вот сзади, впереди, если смотреть, прямо выемка, это на голом месте, здесь, если брать конкретно ее, 160 тысяч кубов земли. Ее надо было сделать там буквально за два месяца. Как раз дорожная служба этим занималась. Там дальше, если по ходу движения туда, в сторону Братска брать, тоже выемки еще побольше были. И по 220 тысяч кубов земли надо было перелопать. Но вот из-за этого сложность, конечно, была. На автодороге сложны геологические условия и болото, поэтому были применены геотекстильные сетки. В тело насыпи уложено 450 тысяч квадратных метров геосетки. Чтобы насыпь была устойчивая и внесла определенные нагрузки, которые заложены проектно-смертной документацией. Для этого она и здесь укладывалась. Так что без геотекстиля мы бы не смогли пройти здесь болото. И сложное геологическое условие, чтобы грунты, не позволяющие нам строить их, сразу применять в дело, часть грунта вывозилась. А еще дорожники проложили 50 металлических гофрированных труб, установили 12 тысяч погонных метров барьерного ограждения и около 200 дорожных знаков, обустроили остановочные пункты. Такой масштабный проект за два года реализовала Дорожная служба Иркутской области. Она выиграла тендер на строительство трассы на сумму почти 3 миллиарда рублей в конце 2015 года и сразу приступила к работе. Несмотря на морозы, вместе с субподрядчиками Братск, Дорстрой, Сибна, МК-162 прокладывали путь. На севере всегда сложности, это холода, это непроходимые болота, заболоченные места. Тем не менее, скажем так, все эти трудности были преодолены и работа была выполнена. Всего в стройке было задействовано более 250 человек и 110 единиц современной дорожной техники. Каждый день на объекте трудились асфальтоукладчики, экскаваторы, грузовики и другие. Максим Евгеньевич, вот совсем чуть-чуть, очень скупо сказали о том, что вот в таких северных условиях возводилась эта дорога. А вот сейчас у вас есть возможность рассказать не скупо, а по-настоящему, в каких условиях прокладывали эту дорогу. Почему даже по географическим каким-то моментам это действительно была такая сложная работа, трудная? Во-первых, надо понимать, что это все-таки север. Там присутствует и вечная мерзлота, которую, в принципе, нельзя трогать, иначе потом ничего нельзя будет сделать. И болото тоже, так сказать, тяжелое обстоятельство для производства работ дорожных. Я думаю, что более подробно об этом может Андрей Анатольевич рассказать. Андрей Анатольевич у нас как раз руководитель Тайшетского участка дорожной службы. Ваша организация больший объем работы, насколько я знаю, выполняла в этом строительстве. Тогда расскажите, как это было. Для вас это было новое что-то, работа в таких условиях, или все-таки были люди все опытные? Как уже сказал Максим Евгеньевич, для дорожной службы это был первый грандиозный опыт участия в строительстве автомобильной дороги собственными силами. Именно в качестве организации, выполняющей работу. Не просто по поиску подрядчика, сами строили. Не только генподрядные работы, но и собственными силами. Осенью 2015 года руководством компании совместно с директорами филиалов у нас было проведено совещание. Мы определились с перечнем филиалов, которые будут участвовать в качестве базового филиала. Естественно, был избран тайшетский филиал. Мы определились время, сроки, силы, когда мы мобилизуем технику для начала этих работ. Ну и, в принципе, и приступили к работам. Уже в декабре 2015 года был мобилизован мостостроительный участок Иркутского филиала. И они с января приступили к работам. И в январе, за период январь-февраль, была перебазирована техника из Казаческо-Ленского, из Устилимского, из Тулумского, из Зиминского, из Черемховского, из Балаганского, из Заларинского, из Тердынского. В общем, вся Иркутская область, вся дорожная служба работала на этот участок. То есть, за короткий срок нам на участке, на том, которым занимались строительством мы участки, нам удалось собрать 6 экскаваторов, 5 бульдозеров, порядка 10 автосамосвалов, 2 катка, 2 погрузчика. То есть, это был достаточно такой мощный кулак, которым мы приступили к работам. А вот вы помните свой самый первый рабочий день на этом участке? Вы заехали, и что вы увидели тогда? Ну, было очень интересно, потому что проблем возникало много. Именно тот период, январь-февраль 2016 года, стояли ужасные морозы. То есть, минус 40 было, ну, это нормальная картина за окном. Техника ломается на таких морозах, ни гидравлика не выдерживает. А люди? Да, ничего. Ну, люди тоже, естественно, тяжелые условия для работы. Графики были очень жесткие, поэтому, ну, пути назад не было, нужно было продолжать работать. Кроме того, что подводила техника, нам за короткий период необходимо было подготовить бытовые условия для наших людей, которые прибывали из других филиалов, и также и для вновь принимаемых работников. Нужно было подготовить места для стоянки, для ремонта техники. Ну, вот это реально было, Андрей Анатольевич, вы заезжаете, а там тайга, шумят деревья. И вы понимаете, что нужно, вот через два года тут трасса должна быть. Мало сказать, 5 января туда делегация правительства, главец Болотовым поехала. Так. Пятого или четвертого, да? Ну, четвертого, да, первый раз мы поехали. И, к нашему удивлению, там, ну, подрядчики только начинали базироваться, к нашему удивлению, тогда, ну, тогда и холодно было. Ну, там вообще проехать проезда не было, то есть мы заезжали через Чуну, как бы, на начало участка. Единственное, кто выставился, это была дорожная служба. Вот их мотостроительный участок, уже стояли вагоны, уже была техника, уже что-то они ковырялись там, начинали работать. Это единственное, тогда, к нашему удивлению было, что они уже выставились. Пятого, это вот мы были или четвертого, или пятого января уже на месте. Андрей Анатольевич, а с чего начинается строительство дороги? Вот я понимаю, что для вас это каждый день, это будни, это работа, но мы-то пассажиры автомобилей, да, или водителей, мы же не видим этого всего. Она в том числе входит, вот, лесозаготовительную. Кто убирает этот лес? Это в том числе подрядчики, которые должны эту дорогу вычистить вам, эту территорию, или это другие службы? Да нет, конечно же, работа на строительстве дороги начинается еще давно, с момента проектирования. И когда уже, и перед тем, как начать те же самые работы по геодезической разбивке осей, нужно провести дополнительную работу по согласованию такого количества документаций, получить разрешение на строительство. Это все занимает, то есть организационные моменты, они занимают достаточно длительное время. Нельзя, вот, взял проект, выиграл конкурс и пошел работать. К сожалению, это не так, это еще, это очень продолжительное время. И вот именно, чем слаженнее работает команда, тем меньше затрачивается на организационно-подготовительные моменты этого времени. У вас слаженная команда? Ну, так как мы сдали в объект срок, я думаю, что должны судить. Я почему задаю этот вопрос, достаточно часто в последнее время говорят о том, что вот строительная отрасль, и у нас в России, и в нашем регионе она переживает сложные времена. Специалисты где-то в ожидании больших объемов работы подрастеряли свои навыки, квалификацию, кто-то поменял в том числе свою профессиональную занятость и так далее. Вот сегодня дорожники, действительно, это такая мощная профессиональная команда. Не нужно было вам каких-то дополнительных усилий, чтобы на этот участок поискать специалистов, сформировать эту команду? Все уже было? Нет, специалисты, это вопрос, он очень серьезный вообще, в принципе, для региона. Именно с профессионалами-строителями, будь то механизаторы, машинисты-эскаваторов, машинисты-бульдозеров, это и инженерно-технический состав, это и инженеры-геодозисты, инженеры-лаборанты, инженеры ПТО. Это штучные специалисты, которые нужны. У нас половина, скажем так, здесь дирекции, так называемой дорожной службы, побывала практически в дежурном режиме, все выезжали туда, находились в командировках, потому что объем документации при сдаче, которые, скажем так, мы сдавали объект, сдавали дорогу, он, ну, наверное, грузовиком можно было вывезти, его только... Ну, КАМАЗ, наверное, я думаю. Это объем документации только. Документации, а сколько еще было земли вывезено в том числе, сколько было уложено той самой... Об этом говорит документация, там каждый грамм должен быть записан в документах. Андрей Анатольевич, ну вот ваши люди, вот в общем и целом на этом участке, в целом на дороге, была такая продекларирована цифра 250 человек. На вашем конкретном участке сколько людей трудилось? Дорожная служба строила 6 километров автодороги, 2 автомобильных моста и подъезд к поселку Языка. У нас на объекте трудилось в различные периоды от 30 до 50 человек. Кто сегодня эти люди? Скажите, они все профессиональные дорожники, они все с образованием или это профи опытные, скажем так, жизнью наученные? Есть опытные профи. Пользуясь случаем, хотелось сказать, что к нам пришел начальник участка Смирнов Владимир Николаевич. Вот это профессионал своего дела. Когда он пришел, намного стало проще и легче работать. Он человек с большим опытом, с управленческим работой в разных строительных организациях. И поэтому, благодаря ему, благодаря его ответственности, именно и тоже была построена эта работа. Кроме того, функции генерального подрядчика от Дорожной службы Иркутской области были закреплены за производственной службой Дорожной службы. Руководитель профессионников Сергей Владимирович, который ежемесячно был на этом объекте, постоянно контролировал. Кроме того, у нас была создана группа сопровождения, в которую вошли, как я уже говорил, инженеры ПТО, инженеры-лаборанты, инженеры-геодезисты, которые делали вот тот грузовик, который, сказал Евгений Владимирович, исполнительные документации. Кроме этого, они контролировали качество выполняемых работ на объекте субподрядчиками, контактировали и с заказчиком, контактировали и с стройконтролем, который был принят заказчиком. Это с трассой плюс. Поэтому вот такая организованная работа, именно такого большого количества, слаженная работа такого большого количества людей, вот она и принесла такой результат. Вот если говорить о погодных условиях, вы назвали, когда первый день строительства, это была температура минус 40, а с какими еще природными сюрпризами именно северного климата Дорожной службе за эти два года пришлось столкнуться? С чем ваши сотрудники сталкивались ежедневно, еженедельно? Как Максим Евгеньевич сказал уже, что, в принципе, местность в основном своей была заболоченная. Особенно хотелось бы отметить, наверное, второй этап, который достался Браздорстрою. Он был, наверное, самый сложный, самый заболоченный. Сам я вооруженец тех мест, знаю те места, и поэтому там всегда была непроходимая болота. Слушайте, а ведь еще мошка, наверное, еще сырость. Мошка, гнус, ну все прелести, было очень весело. Это вы сейчас-то говорите, все прелести. При этом ведь людей нужно организовать, честно говоря. Когда проезжаешь мимо только асфальтоукладчиков, да, вот честно смотришь на этих людей, которые прокопчены буквально под солнцем, да, и понимаешь, насколько трудный, физически трудный труд действительно у работников дорожной службы. А у тех, кто прокладывает дорогу, да еще и через тайгу, наверное, еще сложнее. Да, и поэтому люди, те, которые работают на стройке, они должны нормально отдыхать. Поэтому-то и нашей основной задачей было в начале еще строительства организовать людям достойные условия для отдыха. Мы вот буквально в начале сразу же, нам было немного проще, так как у нас там есть база Чунского участка, в котором мы организовали проживание, питание и быт работников. Ну, я думаю, что наши люди не были недовольны. И благодаря даже нашему повару некоторые не то что похудели, даже поправились. Ну, наверное, условия работы дорожных строителей, наверное, уже в 21 веке сильно отличаются от того, что приходилось терпеть предшественникам советских строек, наверное, в том числе. Максим Евгеньевич, расскажите о работе ваших подрядчиков. Вот вы сказали о том, что в возведении этого объекта три было основных подрядчика. Довольны ли вы действительно качеством своих, так скажем, подрядчиков, тех, кто вам помогал? Все ли отработали так, как нужно, так же, как вот ваши коллеги непосредственные? Ну, безусловно, как я сказал уже ранее, это, наверное, одни из самых сильных фирм в Иркутской области дорожных. Они обладают всем необходимым набором техники, квалифицированными кадрами. Ну, тот результат и в те сроки, которые были отведены, мы дорогу построили, построили с хорошим качеством, это отмечает и заказчик, и жители. Поэтому я считаю, что все справились, все молодцы. И надо признать еще, что у нас по результатам возникла экономия в 50 миллионов. То есть фактически мы сэкономили деньги для бюджета. Мало того, что в срок, еще и сэкономили средства. А самое главное, все ли люди труда, все, кто на этом участке работал, получили должное спасибо и благодарность за свой труд? Как отблагодарили тех людей, кто возводил в таких условиях эту работу? Ну, безусловно, мы отблагодарили, всех никого не забыли. У нас, по-моему, 8 было губернаторских грамот и министерских грамот. 30. Вот только последний раз было. То есть только разрезанием ленточки не обошлось? 30-30 почетных грамот. Все-таки люди, кто строили, тоже получили свое спасибо, в том числе от региональной власти? Да, безусловно. Но вообще надо сказать, что сейчас, вот как Евгений Владимирович говорил ранее, то, что внимание уделяется Северу, это очень здорово. Это улучшает качество жизни, комфорт для людей. Ну, вот у нас и у вас есть возможность прямо сейчас услышать вот те самые слова «спасибо» в ваш адрес, в том числе от местных жителей, жителей Чумского района, которые присутствовали на открытии этой дороги. И действительно для них это важно. Давайте посмотрим. Открытие дороги Тайшетчуна-Братск – настоящий праздник. Жители трех близлежащих районов ждали этого исторического события более 30 лет. Ведь для них эта дорога не просто транспортная артерия, а жизненной необходимости. Она нужна как воздух. Она соединила отдаленные населенные пункты с районными центрами. Это долгожданная дорога, ее очень долго ждали. У нас ушли проблемы даже в плане пожарного обеспечения в населенных пунктах. До нас к ним добраться было очень тяжело. В весенний, осенний период это вообще было невозможно. На сегодняшний день, в любое время года проезжие дороги. Также в плане социально-экономического развития территории, жизнедеятельности, вообще всех жителей муниципального образования. Деревни Таргиз и Сосновка соединены с райцентром. Раньше до них можно было добраться только зимой. Чунари теперь не простаивает на пологом склоне перед железнодорожным переездом по пути в Лесогорск, так как построен путепровод. Только железная дорога. Железная дорога, электрички, пассажирские поезда, которые на маленьких станциях не останавливались. Сейчас, пожалуйста, свободно. От Сосновка до деревня наша, значит, последняя, пожалуйста, выезд на дорогу. 30-40 минут и он находится в райцентре. Райцентр, город Братск. Многие жители пользуются медицинскими услугами в городе Братске. Вы знаете, да, что в городе Братске довольно-таки качественные медицинские услуги. И жители Чунского уровня пользуются, пожалуйста. Сели, проехали, два часа, и мы находимся в городе Братске. Раньше жители либо добирались на электричках, либо ездили в объезд через Тулун, а на этом месте была непроходимая тайга. Сейчас расстояние между Тайшетом и Братском сократилось на 280 километров, а время в пути уменьшилось на 4 часа. Очень хорошо, давно ждали этого. Приятно ездить сейчас спокойно, расширяют, чистят. Племянник стал в гости ездить с Братской почаще, с Чащей стали видеться, очень доволен. Мы ездили, если через Закан ездили, там тоже как бы условий таких не было. А сейчас просто едешь, прямая, широкая, федеральная трасса идет, едешь и прекрасно. Сокращение пути – это не только экономия времени, но и денег на бензин. Этой дорогой охотно пользуются и дальнобойщики. По времени. Ну хорошо, что открыли, да? Ну да. Евгений Владимирович, вот в 40-е годы северная территория вот этого района, в том числе, получила толчок в развитии, благодаря тому, что там появлялись дороги. Вот теперь новая дорога. Вы понимаете, что это действительно новый такой толчок для территории? Это очень большое значение для этого района? Ну, конечно, я думаю, что это очень большое значение, но все-таки для меня, как для зама министерства, который курирует автомобильные дороги, все-таки важно, чтобы как можно больше жителей пользовались. И грузы проходили, и довозились продукты, довозились какие-то там медикаменты и так далее, там топливо. И, соответственно, это экономия времени и денег, и другая экономическая составляющая в транспортах, ну, как бы в перевозках. Не хотелось бы, конечно, чтобы, ну, на мой взгляд, одни из врагов, наверное, дорожников – это все-таки лесовозы. Вот, поэтому с экономической точки зрения… Ну, где-то же им тоже надо ездить. Они должны иметь свои лесные дороги. С этой точки зрения не хотелось бы, чтобы лесовозы все-таки ездили с большой загрузкой по этой дороге, потому что она для этого не предназначена. Поэтому в части экономики я больше все-таки тут за социальную экономику, чем за чисто зарабатывание денег лесниками и так далее. Ну, то, что для удобства людей мы уже услышали, это говорят сегодня сами люди, я думаю, ближе к новогодним праздникам, когда чаще начнут встречаться, как вот герои нашего сюжета там сказали, да, племенник стал чаще приезжать. Таких людей будет наверняка больше, они оценят качество этой дороги. Тогда мы должны понимать, насколько эта дорога технически действительно выверена, вот все эти особенности. Максим Евгеньевич, уникальна ведь эта дорога еще и тем, что Вы связали шесть территорий мостами. Ведь кроме дорожного полотна было еще проложено шесть мостов. Вот в чем особенность моста строения? Ведь один из мостов там даже высотой был в пятиэтажный дом прозвучало. Это редкость его по сегодняшним временам? Ну, любой мост, скажем так, это инженерная конструкция, да, вот, тем более мосты с такими большими пролетами, вот, как был показан. Резвеканчик. У нас в дорожной службе есть мостостроительный филиал сейчас, мы в этом году создали 17-й филиал, отдельно выделили из Иркутского филиала. Это чисто мостовики, это тот костяк людей, который нам удалось сохранить вот на протяжении последних, так сказать, кризисных лет. Слава Богу, сейчас им находится работа, и вот те два моста, которые они выполняли, безусловно, мы получили, опять же, огромный опыт, выполняя эту работу. И сохранили людей, сохранили коллектив, обеспечили их заработной платой. Вот, ну, а то, что, как бы, приходилось строить мосты, ну, да, во-первых, стройка велась в зимний период, да, в том числе. По-другому, наверное, и нельзя было, да? Нет, почему? Ну, у нас строилось и летом, и зимой, но начало было в зимний период, мы специально делали тепляки, которые грели, производили бетонные работы. Это, естественно, не так просто все это производить в тайге, тем более зимой. Вот, ну, у нас люди квалифицированные, и, в общем-то, справились мы с этими сложностями со всеми, и все шесть мостов, они, скажем так, четыре моста выполняли подрядной организацией, два мехколона 162-я и два в раздушствой. А вот тот самый мост-гигант высотой с пятиэтажный дом, по-другому никак нельзя было, вот, увести дорогу в какое-то другое направление, ведь, наверное, это еще и затратно, да, и по трудозатратам, и по материальным затратам, но все равно проложили именно такой мост. По-другому не было возможности. Так заложено было проектом, вот. Расскажите. Там при выборе территории, при выборе метода прохождения, там уже учитывается очень много факторов, естественно, протяженность трассы, там экономические показатели, плюс длина моста, она зависит же от, ну, так как здесь мосты капитальные, то там рассчитывается расход реки, который может произойти либо один раз в 50 лет, либо один раз в 100 лет. Когда внеклассные мосты свыше 100 метров стоятся, они настроятся на тот расход реки, который может быть один раз в 100 лет, которые, здесь мосты, они один раз в 50 лет, поэтому, конечно, там они будут такие мосты, потому что там бывают и реки бурные, и наводнения, это же тайга. То есть это мосты на века? Ну, конечно, они делаются, чтобы как минимум 50 лет они выдержали, 50 лет они отстояли, как бы, и, ну, естественно, соблюдая все межремонтные сроки. Андрей Анатольевич, использовали такую новую технологию, геосетка, вот очень много Ваших специалистов, сотрудников, мастера об этом говорили. Что это за ноу-хау такое, почему ему так много внимания уделяют, как оно сказывается на качестве дороги? Ну, это уже давно не ноу-хау, да, потому что дорожное строительство не стоит на месте, и каждый год то, что было два года назад, это было ноу-хау, сейчас это уже применяется повсеместно, это геосетка с термоприкатным покрытием. Она позволяет укладывать насыпи на слабых пучинистых грунтах, тем самым распределяя нагрузку, и тем самым еще отводя воду от низ лежащих слоев к верх лежащим слоям. И поэтому было запроектировано так, что под всем земляным полотном укладывалась геосетка с термоприкатным покрытием. Эта геосетка, она уложена на всем участке этой трассы? На всем участке этой трассы уложена геосетка. Есть места пучинистые, где делалась обойма, где в два слоя укладывалась геосетка. То есть сначала геосетка, слой насыпи, потом опять геосетка. То есть были такие участки, как, например, подход к реке Зермакан. Там был торф, то есть там техника не шла, земляное полотно проваливалось, и было принято решение сделать такую двойную оболочку. То есть геосетка, она в какой-то степени в том числе схватывает вот эту вот землю, да? Она распределяет нагрузку. А срок эксплуатации вот такой дороги с использованием такой новой технологии, он увеличивается по сравнению, например, с дорогами, где это не использовалось? Срок эксплуатации дороги, он определен проектом, и гарантийные сроки на каждый конструктивный слой, они разные. Для покрытия это 5 лет, для земляного полотна это 8 лет, для мостов, гидротехнических сооружений, как Владимир Евгеньевич сказал, уже там 50 лет. Но, естественно, при новых технологиях срок эксплуатации, гарантийный срок, и тем более срок эксплуатации, он, конечно, возрастает. Вот, глядя на съемки, которые делались в течение этих двух лет, бросаются в глаза такие глобальные масштабные земляные работы, да? Больше 2 миллионов кубометров земли было перевернуто на этом самом участке. Это тоже по каким-то, так скажем, технологическим особенностям? Вот именно в этом месте нужно было вот так, нужно было менять ландшафт, нужно было привозить землю, наоборот, убирать ее? Да, конечно, это, конечно же, все обусловлено техническим проектом, это обусловлено уклонами, категорийностью дороги, да, то есть, и все-таки сложностью рельефа той местности, да, потому что перепады высот были большие, и для того, чтобы сохранить продольный уклон, необходимо было, да, где-то перемещать из выемки в насыпь, а где-то из выемки просто в кавалер. Вот последний эпизод на 59-62 пикете выемка, которая 160 тысяч кубометров, которую делали мы силами дорожной службы, мы переместили весь этот объем насыпи в кавальер, так как поблизости не было объем выемки в кавальер, так поблизости не было насыпи. Ну и в конце все-таки было принято решение такое, на этом кавальере мы там установили крест и осветили… Вот, кстати, про крест хотел спросить, он там стоит на этом видном месте, это тот самый крест? Да, это вот тот самый кавальер, куда мы сначала вывезли грунт, и там мы установили крест, установили… А что он символизирует, Андрей Анатольевич? Ну, кресты освещают дорогу, чтобы путникам хорошо на этой дороге безопасно пользоваться. Ну, мне кажется, когда в одном месте сосредоточено столько позитивной энергии созидателей, тех, кто созидает эту дорогу, наверное, это уже такая мощная защита для всех, кто будет по этой дороге двигаться. Но это так, теоретически, а если по фактически, вот у меня все в голове остается, это фраза про грузовик документации, о котором вы сказали. Ведь наверняка за тем, как велось это строительство, достаточно много было в том числе и контроля надзирающих структур за качеством этих дорог, поскольку деньги немалые, объект глобальный, работы колоссальные. Экономия возникла. Экономия возникла, да. Вот если говорить про качество, Максим Евгеньевич, кто и как вас контролировал, насколько действительно дорога сегодня, можно сказать, что она выполнена 100% без изъяна, и вот она соответствует всем заявленным изначально параметрам? Ну, качество контролирует заказчик, прежде всего. Заказчик правительства Иркутской области в том числе. У нас дирекция автодорог. Дирекция автодорог в данном случае является нашим заказчиком. Мы, соответственно, как на права генподрядчика контролировали качество наших субподрядчиков. Вот. И так выстроена вот эта работа. Как часто вас контролировали именно по качеству стройки? На протяжении всего времени. Я просто почему бы это спрашиваю. Прозвучала такая фраза. На 70% больше и чаще вас контролировали, чем положено. Это так? Ну, нас контролировали на протяжении всего времени, и это правильно. Потому что, ну, скажем так, не секрет, что любой проект, он требует доработки. В процессе, скажем так, производства работ возникают какие-то нюансы, какие-то скрытые работы, которые приходилось проводить. Проводить технические советы заказчик проводил. Принимались какие-то, скажем так, другие решения, которые утверждались, и по ним мы работали. Поэтому, ну, безусловно, роль заказчика и дирекции в данном случае, она очень высока. Они, по сути, с нами вместе, скажем так, и работали на протяжении всего времени. Кирилл Владимирович, ну, вы скажите тогда свое виское слово. Без сучка, без задоринки дорожные специалисты сдали свой участок. По то, что в срок молодцы, это замечательно, а по качеству дороги не было замечаний? На самом деле, конечно, если так вспомнить, вот сначала я вспоминаю, думаю, сколько мы совещаний провели. Сколько мы друг с другом ругались, как бы. Потому что дорожная служба, как бы, когда вышла на работу для того, чтобы выйти, им нужно было разрешение. Долго мы не могли выдать разрешение дирекции автодорог. Потому что были проблемы с лесом, потом были проблемы с проектом. Конечно, на самом деле очень много. И вот, когда сейчас говорим о 250 человеках на объекте, еще помимо этого, 250 человек, которые вот именно в тылу где-то сидят, это все люди, это и заказчики, и подрядчики. Тут, смотрите, контроли и авторский надзор, потом независимый контроль заказчика, который постоянно живет на объекте, присутствует и подписывает, и проверяет каждую работу. А это группа контролеров, да, это строители контроль, которые трасса плюс. Они жили вместе с вашими строителями в вагончиков? Нет. Но они не вместе-то, они жили, они тоже строили. Они жили не вместе, но то, что... Они жили на участке. И ежечасно, просто каждый час контролировали выполнение работы. Потому что специфика такая, что без подписания актов на скрытые работы ты не можешь приступить к следующему конструктивному условию. Дальше ты не можешь получить деньги и так далее. То есть они там постоянно присутствовали, это целая группа, это и гидезисты у них, и инженеры, и инженеры-резиденты, и лаборанты. Это и отбор проб, помимо этого еще часть сразу же переправляется в дирекцию. Потом какие у нас, я вспомню, были проблемы с материалом, что вот просто, ну буквально полгода осталось до конца ввода объекта, да, нет материалов. Ну нет материалов. Все субподрядчики... И в том, что с финансированием проблем нет, но были проблемы с материалом. Мы говорим, деньги возьмите, постоянно шло некое недоосвоение средств, потому что, ну если говорить, то одна дорожная служба только в графике. Были переживания, что не успеют. Ну буквально вот еще в сентябре мы собирались, и у нас не было уверенности, что мы даже 15 ноября сдадим, именно у нас один субподрядчик не успевал из-за отсутствия материалов. И все идут в дорожные службы. Конечно, очень много вопросов было связанных с исполнительной документацией, с качеством работ. И поначалу, как на любом объекте, очень много трений и вопросов, нервы, уберите этого, этот, вот так далее, и так далее. Но потом работа, она выстроилась. Если были замечания по качеству, там строительный контроль их выдавал, они сразу устранялись. Их нет, вопросов по качеству нет. Да, сегодня объект заказчикам принят, работы подписаны, значит строительным контролем работы подписаны. Сегодня у нас отсверены все объемы работ, сегодня сделана, принята и подписана полностью исполнительная документация. Сегодня у нас остался единственный вопрос, что сегодня у нас лежат справки на соответствие объекта госстроенадзоре. То есть сегодня уже на подписании эта справка, подпишется эта справка, и Министерство строительства дорожного хозяйства Иркутской области приступает к выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ну, то есть ленточка все-таки разрезана не символически, она по-настоящему. Ну, конечно, работы окончены, фактически дорога эксплуатируется. Сегодня там уже проходит много транспорта, и нам ждать нельзя было. Нам ждать нельзя, потому что у нас должны быть еще правовые основания, чтобы филиал мог приступить к содержанию дороги. Это же тоже уже деньги. Алексей Евгеньевич, ну а теперь, когда уже все-все действительно закончено, и вся документация уже практически последняя, там остаются штрихи. Коротко очень. Итак, техническая характеристика той дороги, которую вы ввели и построили в жизнь. Сколько километров, что она в итоге дала, насколько сократился путь, например, от Иркутска и до Братска. Вот, коротко. Ну, еще раз, 38 километров автодороги, путь сократился на 280 километров, по времени это примерно там плюс-минус 4 часа пути. Естественно, она дала экономический эффект, социальный эффект для людей, которые проживают, для северного завоза, близость Красноярского края, то, что идет снабжение Запада, все-таки у нас большинство и продуктов, и материалов строительных. По техническим характеристикам, вот мы все-таки говорим о том, что там пока нет асфальта, лежит щебеночная смесь. Хоть и снег укрыл все это, но тем не менее въедливые водители это все заметили. Что будет дальше? Нам бы хотелось, чтобы все-таки, ну, ближайшие там пару, там, три года дорога была заасфальтирована. Но это будет, конечно, все зависит от финансирования, потому что, скажем так, тот гарантийный срок, который у нас прописан по контракту, безусловно, мы будем выдерживать. Но если дорога будет закрыта асфальтом, естественно, она простоит гораздо дольше. Евгений Владимирович, сегодня такое качество жизни уже у жителей области, они сегодня говорят не только о том, что нужна дорога, но и ждут освещения. Вот, кстати, на пресс-конференции губернатора вопрос у журналистов был как раз по поводу того, когда же наши дороги начнут освещаться. Видите, как все меняется, да? Пять лет назад просто говорили про ямы, а сегодня все хотим света. Вот этот участок, будет ли он освещен, подразумевается это проектом? Мы уже о самом хорошем. Нет, это не подразумевается проектом, потому что освещение в настоящее время необходимо и обязано быть только в населенных пунктах. Все остальное освещение – это только высшие категории дорог, то есть 1А, 1Б. Поэтому, а там, так как четвертая категория автомобильных дорог по интенсивности транспорта, который там проходит, конечно, там освещения не будет, только в населенные пункты. Населенных пунктов на этом участке, именно проходя через, чтобы дорога проходила через населенный пункт, там нет. Ну, а насчет асфальта – это когда уже дорога подойдет к своей нормативной эксплуатации, то есть наберет свою интенсивность и необходим будет перевод ее из другой категории в более высшую. И будут деньги, вот два условия, тогда, может быть, будет асфальт. Вот видите, мы такой уж, наверное, натурой устроен человек, что ему мало сегодняшним жить, ему надо сразу заглядывать в завтрашнее, да? Вот у нас сейчас есть возможность заглянуть в завтрашнее вот этой территории и нашего региона, еще об этом немножко поговорим. Давайте посмотрим. День завтрашний. Сдача этого объекта дорожная служба не ограничится. В дальнейшем она же будет и содержать, и обслуживать трассу. Впрочем, дорожные планы региона идут дальше. Правительство Иркутской области сейчас уделяет особое внимание развитию дорожной сети именно на севере территории. Впереди строительство дорог Киринск-Казачинская, Бодайбот-Токсимо. Продолжится и ремонт на трассе Братск-Устилимск. В целом у нас на сегодняшний день неплохие результаты. Планируется, что будет освоена и выполнена работа на сумму около 10,5 миллиардов рублей. На следующий год планы серьезные по проекту президента безопасной и качественной дороги. Я думаю, что мы с успехом должны их выполнить. В 2017 году, кроме дороги Тайшет-Чун-Братск, введен еще один крупный объект. Это участок трассы Иркутск-Листвянка. А всего в Иркутской области за этот год отремонтировано более 200 километров автомобильных дорог. И это самые высокие результаты работы дорожников за последние 7 лет. Кроме того, подчеркнула на открытии новой трассы депутат Законодательного собрания Наталья Дюкусарова, необходимо в ближайшее время отремонтировать участки дороги на выезде из Братска и между Тайшетом и Чуной. Эти маршруты были построены давно. В Тайшетском районе до сих пор нет и прямого выхода на федеральную трассу. Сейчас выбрано место, где это случится. И дорога Тайшет-Чун-Братск сомкнется с федеральной магистралью. Уже в 2018 году начнется проектирование участка, который, наконец, объединит еще две важные дорожные артерии Иркутской области. Евгений Владимирович, ну вот прозвучала цифра, 117 километров было более-менее в нормальное, хорошее состояние введено в этом году. Планы на новый 2018 год, мы вот буквально за неделю до нового года, что дальше будет в Иркутской области? Ну, на следующий год, я думаю, что мы вводим после строительства, после реконструкции два участка. Это все-таки Токсимуба-Дейбо, тоже северная дорога, 15 километров. И Иркутск-Большой-Голусно, это автомобильная дорога на Байкал. То есть, все-таки, как бы традиционно мы ведем работы по одной из дорог на Байкал, да, и ведем работы по северу. Также мы продолжаем участие в приоритетном проекте президента «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день уже план сформирован, сейчас идет согласование с Федерацией, то есть, и уже лимиты определены, какие нам. Они в соответствии с тем планом, который мы защитили еще в том году. Сейчас идет формирование документации на объекты, ну и, соответственно, будут проведены все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Это порядка 100 километров. Также мы продолжаем ремонт, начатый в этом году генподрядчик Дорожной службы Иркутской области. Это и трасса Иркутска-Саустюда, и Залари-Жигалова. Будем начинать несколько объектов, которые у нас находятся возле города Иркутска. То есть, те автомобильные дороги, которые находятся в областной собственности, но пользуются каждый день большим спросом. Это и Новолейная, Максимовщина дорога, да, это Смоленщина, Веденщина, Чистые Ключи, ЛХ, Большой Луг, Садоводство Дорожный Строитель, ну, дорога на Минишную Падь, как все по-простому называют. Это и Урик, Столбово и так далее. Вот те дороги, которые буквально рядом расположены возле города Иркутска. Поэтому планы большие. К сожалению, что пока мы не получили федерального финансирования на Иркутск-Крестьянка, но мы заявки подали, мы сейчас над этим плотно работаем и получили уже одобрение. Губернатор подписал письма о том, что необходимо выделение средств на Иркутск-Крестьянка и есть одобрение премьер-министра России. Поэтому мы плотно работаем, чтобы нам получить как можно больше средств из федерального бюджета на дороге области. Мы плотно работаем, чтобы грамотно и эффективно использовать те средства, которые нам выделяются в рамках Дорожного фонда Иркутской области. Также сдвинута ситуация сегодня и по строительству освещения. То есть буквально за два года мы не построили до конца этого года ни одного объекта. Потому что предыдущим руководством, хоть и не принято говорить, с проектировщиком работа не велась. Соответственно попался проектировщик, который не смог выполнить, никто с ним не провел претензионную работу. Пришлось несколько раз уже сменить проектировщиков. И вот только в конце этого года буквально построено несколько участков уличного освещения, которые два уже сданы, один будет сдан в конце года. И вот на следующий год мы продолжаем эту работу. Мы на самом деле все оценили эти участки. Те, кто ездит в вечернее время в сторону Уссулия Сибирского, в сторону Листянки, действительно говорят о том, что есть ощущение, что мы едем по городу, хотя вокруг тайга. Максим Евгеньевич, ну а у вас-то дорожные планы, какие на 2018 год? Все-таки вот мне вот очень хочется дорожную службу сегодня назвать именинниками. Потому что мне кажется, сдача такого большого объекта, это сроднее дню рождения, когда человек какую-то особую виху в жизни отмечает. Вот вы ее действительно отметили, вы сдали такой огромный, колоссальный участок. Но наверняка уже, гипотетически, кони уже бьют копытами, специалисты уже наверняка ждут нового заказа. Что дальше-то? Куда дальше двинется дорожная служба? Ну, то, что дорожная служба именинник, это, скажем так, факт, потому что у нас на следующий год 80 лет, как исполняется дорожная служба, практически ровесники области. По поводу планов, безусловно, мы продолжим работу, ремонтные работы, те объекты, которые были выиграны нами. Это и Залари Жигалова, это Евгений Владимирович озвучил, это и Братску-Селимск. Мы надеемся, что мы продолжим работу. Мы в этом году 8 километров выполнили, ремонт на следующий год планируем, тоже готовимся, по крайней мере, к этой работе. Есть у нас ряд муниципальных объектов, которые у нас тоже на продолжение. Ну, и из больших работ, это Киринска-Зачинская, Дорожная служба также является генподрядчиком, и готовимся к этой работе. Это тоже, так сказать, очередной экзамен для нас. Андрей Анатольевич, ну скажите, вот Вы когда слушаете, когда генеральный директор говорит о том, что работы будет много, у Вас какие при этом чувства? Это хорошо? Да, это нормальное рабочее чувство, потому что, ну, правильно же замечено, что стройка это не только там квадратные метры, кубометры, да, тонны. Это не только мощная техника и механизмы, это еще и слаженная работа людей. Я считаю, что в Дорожной службе такая слаженная работа существует, существует команда. И если будет необходимо, мы также, как и Наташа Ильича Добраск, сумеем мобилизоваться в короткое время и будем еще строить. И будете строить дорогу, например, на Бадайбу. Нам понравилось. Бои нет. Я думаю, жителям Иркутской области тоже понравилось. Уважаемые гости, спасибо Вам большое за то, что у нас действительно за несколько дней до Нового года в эфире Аист состоялся разговор о таком хорошем, действительно праздничном, деловом событии в жизни Иркутской области. А самое главное, знаете, в последнее время достаточно часто и вам, ну и мне, по крайней мере, приходилось слышать от людей старшего поколения, людей советского, так скажем, времени, некое такое назидание. Вот в наше время строили, да, и при этом испытывали какое-то чувство дискомфорта, действительно. Вот в советское время строили, а в наше время как-то вот этого не хватает. Но вот Вы как раз, Ваша служба, Ваши работники доказали, что и в наше время строят, и есть чем гордиться. И спасибо Вам большое за то, что Вы реализовали эти планы, и теперь в Иркутской области есть хорошая, качественная, очень нужная людям дорога. Спасибо, с наступающим Новым Годом. Спасибо Вам, спасибо, с наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом, это была «Стратегия успеха», сегодня мы говорили о новой дороге в Иркутской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова